Кто-то наткнулся на эту игру в 2014, кто-то в 2009. Совершенно неожиданно простенький платформер объединил разные поколения. Одни к тому времени уже начали ностальгировать по баунс кнопочных телефонов и нашли похожий на игру детства аналог. Другие среди огромного количества конкурентов, громких мобильных релизов на Apple, обнаружили для себя приключения красного шарика. А еще были те олды, которые помнили ее на флеш-сайтах. Привет, это Дракон, и сегодня мы поговорим о Red Ball. В этом видео вы узнаете, насколько игра оригинальна, или же это просто успешный клон. Как YouTube и Android спасли разработчика от депрессии, и возможно ли сбежать из Саратова. Это четвертая серия второго сезона легендарных игр детства. Не забудьте поддержать контент лайком, и погнали! Когда миром правило Nokia, а по земле ходили динозавры, у нас был совсем небольшой выбор игр. Сразу вспоминаются Gravity DeFight, Змейка и Bounce. А если телефона не было, то молодые геймеры обращались к домашнему ПК с флеш-играми. Bounce была на всех популярных кнопочных телефонах Nokia, и пройти мимо нее было практически невозможно. Хотя я прошел, у меня был Sony Ericsson. Ну и что, зато я поиграл в Tower Blocks, а Bounce видел на телефонах одноклассников. Классической игре было 11 уровней. Игроку нужно было пройти через все обручи и открыть дверь на следующую локацию. Жизни были ограничены, а мешали вам колючие шипы. На YouTube можно найти полное прохождение игры, где автор канала справляется с ним за 40 минут. Игроки полюбили ее за понятную механику, яркость и испытания. Но еще больше всем полюбилась Bounce Tales, которую Nokia разрабатывали вместе с Rovio. Да, финнов еще тогда тянуло на красных круглых персонажей. Bounce Tales была еще ярче. Также в ней появился сюжет и яйца, которые нужно было собирать. После нее выходили Bounce Touch с управлением стилусом, Bounce Boeing Voyage, которую меня попросили упомянуть, сказав, что классика. И последней игрой в легендарной серии стала Bounce Boeing Battle, которая вышла в 2010-м. На этом серия закончилась. Но тут как раз и нашелся наш сегодняшний герой. Евгений Федосеев, который еще в 2009-м начал создавать собственную серию флэш-игр. Красный шарик или Red Bomb. Женя жил в Саратове и хотел заработать денег. По образованию он был программистом, однако работал менеджером по продажам. Да, это были еще не те времена, когда айтишники получают по тысяче долларов и живут на Бали. Молодой программист уже не раз в жизни сталкивался с играми. Вместе со своим братом он разрабатывал их в качестве курсовой. Но затем он погряз в повседневной рутине, пока не наткнулся на блок о флэш-играх. Тогда Евгений понял, на этом действительно можно заработать. Он сделал две тестовые игры. Про капельку дождя, где надо конкурировать с другими каплями и пролететь как можно дольше. И про каменные пирамидки. Такой физический каменный тетрис. Однако настоящее озарение спустилось на разработчика после туториала Red Box. Он подумал, какой еще красный квадрат? Лучше сделать шарик. Им удобнее управлять. Первая часть игры вышла весной 2009 года на сайте Congregate. Естественно, Евгений Федосеев знал Abounds и называл игру одним из конкурентов. Помимо нее, он вдохновлялся физикой черно-белой игры с Xbox 360 Limbo. Первая часть Red Ball была визуально и физически очень простой. Но оно и не удивительно. Евгений Федосеев сам рисовал все окружение. А саундтрек для игры нашла его жена. Максимально кустарное производство. Однако оно привлекло компанию KingCom, создателей Candy Crush Saga. Они помогали Евгению продвигать игру. Результат замотивировал программиста, и он сделал вторую часть уже через полгода. Он тоже рисовал ее сам. А третья часть стала для Жени особенной. С ним связался американец Майк и предложил портировать игру на iPhone. В это же время разработчик начал работать создателем Chillingo. Если помните первый сезон истории игр, то точно знаете, что с Chillingo работали и создатели Cut the Rope, а также мобильная легенда Angry Birds. Издатель помогал им дорабатывать уровни на финальных стадиях. Так что и Red Ball не стал тут исключением. Более того, Евгений Федосеев наконец-то нашел художника графики. А еще добавил сюжет в свою игру. Хотя тот оказался весьма вторичен. У Красного Шарика украли его любимую девушку, и он отправляется ее спасать. Привет, Марио и тысячи других игр. В Red Ball очень много идей взято из других проектов, в чем открыто признается разработчик. Из игры Fire Boy and Water Girl он взял механику рычагов. Из Lily's Quest 2 забрал врагов, которые бодаются. Дальше скорее отсылка. В Red Ball 3 есть один уровень, который повторяет Doodle Jump. Три части это, конечно, хорошо, но все-таки главной игрой в карьере Жени стал Red Ball 4. Думаю, именно с ним многие из вас знакомы. Посмотрим, как создавалась игра, и как она чуть не провалилась. Так выглядело рабочее место автора игры. Он занимался разработкой из дома до того, как это стало мейнстримом. Сначала Евгений проводил время за эскизами. Он рисовал и придумывал уровни для своей новой игры. Так выглядели первые наброски Red Ball 4 в 2012 году. Каждый рисунок представляет из себя отдельную головоломку. Каждую из них он рисовал на отдельном листе, а затем собирал из них уровень. После чего переносил на компьютер, добавлял физический движок и тестировал на жене и брате. Те уровни, которые вызывали скуку или серьезные сложности, отсеивались. Дизайнеру попадали только лучшие. 17 июля 2014 года игра вышла в App Store и сразу попала в подборку новых лучших игр. Red Ball распространялся платно, и за первые две недели его купили 25 тысяч человек. Евгений был рад такой статистике, игра успешно стартовала. Казалось бы, Red Ball 4 будет оставаться в топах и дальше, и плавно собирать свои установки. Но нет. Акция невиданной щедрости от Apple закончилась через две недели, и количество продаж упало в тысячи раз. А Red Ball 4 летел на самое дно магазина приложений. Это был тяжелый период в жизни Евгения. Он потратил много сил на создание новой игры. Она так быстро затухла. Он похудел, у него родился ребенок, нужны были деньги. Евгений почти разочаровался в заработке на играх и начал искать работу по объявлениям. Но здесь ребята из FIDIG предложили разработчику выпустить игру на Android, но уже бесплатно для игроков. В Red Ball было добавлено время ожидания восстановления жизней. Сам Женя был против такого, но издатель утверждал, «Отвечаю, сработает». И сработало. На Android игра полетела в топы. Все устанавливали бесплатную игру и с удовольствием смотрели рекламу. Некоторая часть игроков даже покупала бесконечные жизни. Популярность игры на Android вернула ей жизнь и на iOS. Еще на возрождение игры повлияли обзоры и забавные нарезки с YouTube. Сам разработчик на подкасте Flasm говорил, что его сильно удивило такое влияние роликов по Red Ball на популярность игры. Red Ball 3 и 4 до сих пор увлекательные головоломки с интересными уровнями. Четвертую часть мне даже захотелось пройти полностью. Да, действительно, бесят ограничения жизнями. Ведь насколько бы ты не был аккуратен, все равно одно неверное или поспешное движение, и красный шарик превратится в красный кусок ткани. А иногда ты можешь потратить все жизни буквально за минуту, протупив на каком-то участке уровня. Вот мой пример. Никак не получалось запрыгнуть на уступ с лестницы, которая летела вниз по обрыву. А когда вышла, осталась всего одна жизнь. Поэтому бесплатную игру очень долго проходить. И большую часть времени вы будете смотреть рекламу или ждать. В третьей части немного получше. У нас есть 15 жизней, и уровни проходятся веселее. Хоть графика, конечно, немного напрягает. Кстати, а вы знали, что вот этот уровень с пирамидками Женя создал после того, как побывал с женой в Египте? Мне кажется, что в игры интереснее играть, когда ты знаешь их историю. Расскажите, играли ли вы в Red Ball и с чем у вас связана игра? Спасибо за просмотр. Всем пока. Встретимся в новом месяце.